Всем приветик! В этом видео я расскажу, что такое влоги, кто такие влогеры и как лучше снимать влоги. Значит, влог. В-лог. В-э это видео, лог от слова блог. Раньше были только текстовые блоги и были блогеры. Блогеры сейчас есть в интернете, они пишут свои тексты, они сидят в Live Journal или так называемом ЖЖ. Соответственно, кто-то ведет свои сайты. И вот это все блогеры, б-логеры, которые пишут всякие блоги, текстовые заметки. И с появлением YouTube и с появлением других видеоплатформ появились видео, видеоблоги. То есть люди снимают как бы заметки, какие-то видеосюжеты, выкладывают их периодически на свой канал и получается видеоблог. То есть влог. Соответственно, это совершенно недавно появилось. Первый, вы можете видеть первый влог на YouTube, да, он появился. У меня есть, я вам оставлю ссылку под этим видео. В общем, был просто такой жанр появился, когда люди самые обычные снимают на видео, где они сейчас находятся, что с ними происходит, что вокруг них. И в этом нет никакой цели, кроме как запечатлеть момент. То есть это такая своеобразная фотография, только в видеоформате. И сейчас очень многие люди снимают свои влоги. Это становится все более популярно. В чем же особенность и вообще как снимать видео, и так, чтобы это было влогом? Что же такое влог? Влог снимать просто. То есть даже ты сейчас можешь взять свою камеру на телефоне или взять любой фотоаппарат и снять влог. Влог снимается, вот есть несколько особенностей влога и вообще отличие влога от другого типа видео. Влог это видео, в котором есть лицо автора чаще всего. То есть вот сидит человек или он идет куда-то, и есть, видно его лицо. И это лицо рассказывает о том, что у этого лица сейчас в жизни происходит. Прям вот чуть ли не в данный момент. Бывает так, что это лицо идет по улице, и само себя снимает и говорит, я сейчас иду по улице, и мне сейчас холодно, и я задумалась о том, что бы вам сейчас рассказать. То есть это такое сиюминутное прямо вот сейчас происходящее событие. И вот это вот лицо само себя снимает. Бывают влоги, когда в кадре нет конкретного человека, но человек снимает сам от себя. То есть он отворачивает камеру от своего лица и показывает окружающее и, соответственно, за кадром озвучивает. Но обыкновенно влог сочетает показ самого себя, лица идущего куда-то или сидящего где-то, и переворот камеры, который показывает окружающую действительность с комментариями автора. Бывают влоги домашние. То есть когда автор сидит просто перед камерой, ну практически как я сейчас, но я сейчас не снимаю влог. Вы сейчас поймете, почему дальше. Ну вот сидит человек, точно так же, как и я сидит, но он рассказывает именно о своей жизни. Он рассказывает, что у него произошло, какие у него события, как он сейчас живет, кто ему сейчас позвонил в дверь, какая у него подружка, с кем он поругался. То есть это именно касающиеся конкретно этого человека события, его жизни, его проблемы, его какие-то мысли, его рассуждения о том, что ему делать вообще в будущем и так далее. То есть вот это такой формат. Дальше, у влогов есть особенности. Особенность заключается в том, что это первая сиюминутность. Влогеры это не те люди, которые, знаете, приходят и рассказывают какие-то истории из прошлого там, или какие-то планы там. Ну бывает проскальзывает, но это не основной момент видео. Влог это сейчас, влог это сиюминутно, влог это что меня сейчас волнует, и что со мной сейчас конкретно происходит. Влог отражает реальную жизнь, это вторая особенность. То есть влог это никогда не постановка. Нельзя, знаете, вот взять какую-то студию, там пригласить каких-то актеров и снять влог. Это будет уже не влог. Если вы будете снимать про то, как вы приглашаете актеров, как они сейчас приходят, переодеваются там, как там сейчас они красятся, это будет влог. Но если постановочно сделать, если кто-то играет в кадре, если что-то неестественное происходит, то это уже не влог. Так что вторая особенность влога, это всегда реальная жизнь. Это всегда вот максимально то, что есть. Вот что есть, то снимаю, что вижу, то пою. Это называется влог. Еще у влога есть особенность такая, что в нем нет структуры. Влог это не что-то, знаете, сейчас я вам расскажу про это, потом я вам расскажу про то, в конце мы с вами будем, у нас будет какое-то там событие, а еще в конце я подведу итоги своего влога. Но обычно так не бывает. Влог это, знаете, вот поток сознания. Человек включил камеру, открыл рот, и что у него в сознании, то он начинает вам передавать. И структурировать влоги очень сложно, потому что откуда ты знаешь, что ты будешь говорить, если это твоя жизнь? Ты же свою жизнь не можешь распланировать? Жизнь вообще невозможна распланировать, она непредсказуемая. Поэтому интерес влогов, и вообще особенность влогов, это совершенная непредсказуемость. Это запечатлевание того, что происходит в реальной жизни, в реальном времени, с реальными эмоциями, и не может быть никакого плана, потому что это жизнь, потому что в жизни нет планов, и они просто не осуществляются обыкновенно. И да, что еще во влогах? Во влогах есть особенность съемки. Вы можете отличить видеовлог от другого видео, потому что влоги обыкновенно снимают не на такие профессиональные камеры, как стационарные видео. Ну, потому что вы идете куда-то, вы где-то на улице, вы в каком-то магазине, у вас все трясется. Это особенность съемки, да? Как отличить видео просто по съемке? Все трясется, никакого постановки света нет, никакого постановки, никакой кадра нет постановки. Все снимается вот в каких-то реальных условиях на улице, даже если это дома, там может быть камера как-то кое-как стоит, человек может перейти с места на место, взять ее камеру, дергать. То есть, ни звук не выставлен, ни свет, ни кадр, нет композиции, никакой. Просто как бы хоум-видео. Самое обыкновенное домашнее видео, которое есть, наверное, у каждого человека. Но просто он не выкладывает их в интернет, и это видео не становится влогом. То есть, у многих людей дома лежит куча, скажем так, так называемых влогов, снятых для дома. И если бы он загрузил их в интернет, сделал канал, сказал, это канал о моей жизни, загрузил туда свои видео, они могли бы стать уже влогами, видеоблогами. Но пока они лежат у вас дома, и вы их никуда не загрузили, это просто ваше личное видео. И что касается еще съемки, то здесь обычно влогеры, у них есть своеобразные камеры для влогов. Сейчас стало это очень популярно. И картинка влога, она отличается немножечко от картинки именно видео. То есть, картинка на видео, она такая гладкая, четкая, красивая, ну, в обычном видео постановочном. Во влоге картинка сейчас стала очень модно снимать на GoPro и на разные камеры, похожие на GoPro, которые расширяют кадр и делают его таким, ну, вы видели, наверное, искаженным по краям. То есть, получается, в такой форме глаза немножечко искажена картинка. Это сейчас очень модно, и очень-очень многие популярные уже блогеры, влогеры и менее популярные начинают снимать на такие камеры. Что это дает? Это дает какое-то, знаете, такое ощущение, что вы куда-то плывете, ну, потому что в форме глаза она так вот искривлена по кругу. И вот это ощущение, что вы куда-то идете, плывете, какая-то динамичность придает. Именно поэтому эти камеры называются экшн-камеры или камеры движения, потому что они как раз предназначены для съемки вот постоянно, постоянно какое-то изменение, перемены места. Плюс этих камер в том, что за счет такого искривления всегда сохраняется фокус в центре. То есть, что бы вы ни снимали, все равно человек, который снимает вот так себя, как бы он остается в фокусе, а все остальное приобретает такие немного расплывчатые черты. Это очень важно для влога, чтобы сфокусироваться на авторе. И еще особенность этих камер в том, что они захватывают больше кадр, они как бы широкоугольные, можно сказать. То есть, они больше информации собирают в кадре, чем обыкновенная картинка. Хотя, получается, искривлено, но все равно можно увидеть больше, чем вы можете увидеть в другом кадре. Вот, ну, собственно, это основные особенности влогов. Это не какой-то, знаете, сложный жанр, как, ну, просто меня спрашивают, как мне начать снимать влоги, что мне делать, чтобы снимать влоги там. Что вам делать? Возьмите камеру и снимите кусок вашей жизни, что вы делаете, куда вы идете. Конечно, если вы просто начнете снимать молча и будете вот так, я вышел на улицу, и тишина, и все, вы просто вышли и идете. Но фишка влога в том, чтобы разговаривать. То есть, давайте уже в конце подведем такой итог, что необходимо, чтобы снимать влог. Вам нужна камера любая, в принципе, вам нужна ваша жизнь, которая у вас уже есть, и вам нужно в камере вести беседу. Ну, молчать в камере и снимать влог. Можно, в принципе, можно, конечно, снять влог и потом сверху наложить музыку на этот влог. То есть, это будет картинка какая-то, которая меняется, и будет музыка. Но людям почему нравится смотреть влоги? Потому что в них есть какая-то личность, какой-то персонаж, который что-то делает, с ним что-то происходит, у него есть мысли, он рассказывает что-то. То есть, вы должны выступать как, в принципе, герой, скажем, такого, как будто бы шоу, хотя на самом деле это ваша жизнь, но вы все равно герой для других людей, и вы этих людей немножко посвящаете в то, что происходит, вы им рассказываете. То есть, надо говорить постоянно, когда вы снимаете, что-то рассказывать. Как говорить и о чем говорить? Тоже меня спрашивают. И что я буду снимать влог, а что мне рассказывать? Вот это особый такой момент. Влогеры, они научаются постепенно транслировать, просто озвучивать свои мысли. У каждого человека постоянно есть мысли какие-то, но поскольку в обычной жизни мы их внутри себя думаем и все, то влогеры, они в основном эти мысли как-то начинают озвучивать постепенно-постепенно. Вы это поймете, как только начнете снимать влоги, сначала будет как-то неуютно, вы будете стесняться сказать что-то, или вы не знаете, что сказать. Но на самом деле, вам просто нужно озвучить то, что у вас вот здесь. Вы вышли, вам холодно, вы говорите, мне холодно. Ну и условно говоря, вы вышли и подумали, интересно, а что продается в этом магазине? И сказали это сразу же. То есть, интерес как раз смотреть влоги, тогда, когда человек не выдумывает, что ему сказать, не придумывает какой-то текст, не рассказывает какое-то заученное что-то, а он именно спонтанен, он изнутри самого себя берет эти мысли и их озвучивает. Так что, это очень просто, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, сложно, потому что мы не приучены в обычной жизни говорить, и мы стесняемся, и вообще снимать на улице многие просто стесняются, и... то есть, много разных нюансов, но вы можете попробовать сами себя в таком жанре. Жанр очень веселый, жанр очень популярный, и в целом на вас сейчас уже мало кто посмотрит так вот странно, если вы вдруг начнете разговаривать с камерой и снимать. Ну, по крайней мере, в крупных городах я не думаю, что вас там будут прям, знаете, ой, он снимает что-то, разговаривает с телефоном, он, наверное, псих. Не волнуйтесь, вас, наверное, в психушку не заберут. Ну, я надеюсь. Вот, если вы живете где-то, где-то, я не знаю, где-то, кто так не делает, ну, расскажите мне о вашем опыте, как на вас смотрят прохожие. Кстати, в Москве тоже иногда бывает, себя чувствуешь странно, когда снимаешь на улице и начинаешь, особенно если эмоционально что-то рассказываешь, люди так немножечко странно на тебя смотрят, но терпимо, я бы так сказала. Вот, ну что ж, друзья, в целом вот такие влогеры, вот такие влоги, что вы на это думаете? Да, озвучивайте ваши мысли, учитесь озвучивать ваши мысли хотя бы в комментариях, просто можете написать любая мысль, которая вам пришла в голову при просмотре этого видео. Если там ссылки хотите мне оставить какие-то, привести примеры хороших влогеров или кого-то поругать, покритиковать, все в комментариях, пожалуйста, оставляйте, я все это прочитаю и возьму за основу, когда буду снимать следующее видео. Спасибо большое за внимание вам. Снимали ли вы сегодня видео? Ну-ка, ответьте. И идите снимать. Да, и не забудьте подписаться на мой канал, конечно же, если вы еще не подписаны, и вступите в группу ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok